Меня кто-то слышит? Хьюсон, передай информацию. Вышло. Вышло, вышло. Мы так долго ждали, парни, и этот день настал. FC-25, наконец-то вышла, вышла с гигантским количеством проблем, не пускала в приложение, сама игра крашилась, не пускала в игру, все меню лагает, огромное количество проблем, непонятно, куда делись сезонные пропуски, которые они анонсировали, почему карты, которые они анонсировали, вначале недоступны, некоторые арендные игроки отсутствуют, некоторые игроки вообще в базе отсутствуют, невозможно выполнять некоторые задания, потому что они крашутся, и, по сути, мы удивлены хоть чему-то из того, что я перечисляю, не выдаются награды, не выдаются FC-Points каждому, кто сделал предзаказ, не у всех есть герои в паках, но, опять-таки, обо всем по порядку, но не в сегодняшнем видео. Сегодняшнее видео будет посвящено базе. Почему? Потому что мы на этом канале все базовые гигачады, и будем двигаться по базе, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Сегодня мы начнем с настройки камеры и настройки управления. Если вам кажется, что, да ну кому, ну кому ты рассказываешь, парни? Очень огромное количество игроков, которые играют либо первый сезон, второй сезон, они не понимают. И очень часто я сталкиваюсь как раз таки с тем, что люди на индивидуальных тренировках, на разборах потом кидают свой геймплей, я смотрю, а там камера просто, а я кино, нахуй кино. Нолан снял новое начало. Человек стоит и просто с бровки вот так камера, как будто кто-то с телефона снимает весь его матч. Как он так играет, я не понимаю. И поэтому для того, чтобы потом на стримах весь сезон не слышать, какая у тебя камера, а вчера за стрим я услышал этот вопрос, наверное, раз 40, давайте сразу определимся, какие настройки считаются самыми, самыми хорошими, самыми частными для большинства и какими параллельно пользуюсь я. То есть я дам вам самые популярные и лично мои настройки. Без лишних слов, хотя их было сказано, скажем честно, уже тонно. Давайте начинать. Давай, 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 давай. Парни, вы не успеваете, я держу, видит бог, я держу небосвод, вы не успеваете никак. Игра уже началась, мы уже все собрали первый состав, а вас все еще нет. Приобрести игру можно по ссылке в описании в магазине Александра Овещина. Дели игру по промокоду AXFA, получить выгодную скидку и получить также официальный чек на вашу покупку. Я держу, видит бог, я держу, блядь, торопитесь, сил не хватает. Берем геймпад. Геймпад вот такое вот приспособление, благодаря которому можно управлять не настолько. Заходим в настройки, то есть влево, в шестеренку попадаем и заходим сразу с главного меню, для того, чтобы в самой игре, в самом Ultimate Team не водиться. Переходим в меню настройки и смотрим, что у нас есть. Есть настройки управления, есть параметры. Давайте начнем с параметров игры и по-быстрому пройдемся. Игровой процесс. Всегда ставите соревновательный. Никакого пользовательского, потому что все ваши онлайн игры будут соревновательными. Если вы играете в карьеру, там можно настроить пользовательские настройки для того, чтобы автоудары летели там, помогали вам с забиванием голов или с точностью передач тут же. Только соревновательный ставим, все, больше сюда никогда не возвращаемся. Двигаемся дальше. Передачи. Все передачи и удары, которые есть в игре, везде, где дают возможность ставить автомат, везде автомат. Где нет возможности автомат, где максимум полуавтомат, везде полуавтомат. Никакого ручного. Никакого ручного, ни один кибер, даже кибер, ни один не рискнет играть на ручных настройках. Поэтому помощь при пассах в разрез. Видим полуавтомат, полуавтомат, потому что нет автомата сверху, верхом в разрез. При пассах низом автомат, автомат, автомат. Фиксированный адресат пасса ставим поздно. Ставим поздно. Переключение на адресата происходит поздно, приблизительно в момент самой передачи. Двигаемся дальше. Чувствительность филигранной передачи. Давайте я все-таки упаду чуть ниже, для того, чтобы вам было видно. Чувствительность филигранной передачи ставим обычная, не трогаем. Пока что все, что я показываю, это то, как играет большинство и как играю я. Пока различий нет. Когда будет различие, я объясню. Двигаемся дальше. Защита. Помощь в навесах, выносах. Ставим обязательно направление. Это значит, когда вы будете, например, навес лететь в вашу штрафную, вы нажимаете кнопку навеса или там удара, чтобы выбить мяч, лучше навесом выбивать, потому что ударом можно иногда даже на летящий мяч случайно дернуть соперника и получить в своей штрафной пенальте, потому что кнопка отбора не всегда регистрируется по выносу. Иногда он просто в тело соперника работает. Ставим направление, чтобы учитывалось именно, в каком направлении вы выжимали, а не просто игрок ваш выкидывал, куда попало. Двигаемся дальше. Защита. Вот первый момент, который в прошлом году, наверное, создал кучу вопросов в комьюнити. Какое же лучше, продвинутая, которую они добавили, или тактическая? До этого мы всегда играли на тактическом, теперь же все перешли на продвинутые. Большинство киберов играют на продвинутом, но не буду лукавить, есть и те, кто играет на тактическом, потому что на продвинутой защите очень часто сама игра решает, что вы будете делать. Вы будете толкать плечом или идти активный отбор. Скажу за себя, я играю на продвинутом, большинство играет на продвинутом, и игра сейчас на тактической. Это все равно, что вышло новое обновление, а вы играете все еще, вы используете все еще старую прошивку. Смысла в этом маловато, но если дело привычки, и вы уже в виду возраста не можете переучиться, можно играть и на тактическом. Ставим продвинутый, двигаемся дальше. Помощь в перехвате передач обязательно включаем. Переключение. Переключение, автопереключение ставим. Верховые бесхозные мячи. Помощь в движении при переключении ставим нет. Нет. Никакой небольшой, никакой полный. Это для того, чтобы во время того, как переключение происходит, ваш игрок, на которого вы переключаетесь, продолжал бежать. Допустим, убегает у вас игрок по флангу, вы запустили фримпонгу, вы отдаете ему передачу, и пока летит мяч, вы переключаетесь на него, и когда вы ставите нет, он может в потенциале остановиться, если вы вперед не зажимаете, не держите направление, в котором он дальше продолжает двигаться. Если вы не умеете, просто после того, как сразу отдали пас, уже как только мяч вышел с вашей ноги, вы уже должны думать, что вы управляете следующим игроком. Все, этот закончился, вы отдали мяч, и сразу должны нажимать направление, в котором он должен принимать мяч. Поэтому, если с этим у вас проблем нет, ставите нет. Если с этим у вас есть проблема, и вы не успеваете переключиться на управление следующим, ставите небольшой для того, чтобы полсекунды игра сама управляла первыми двумя шагами адресата вашего, чтобы он не сбавлял ход. Я ставлю нет, конечно же. Переключение правым джойстиком. Обязательно классика. Не совершайте ошибки. Никакого смены игрока, никаких адаптивных, даже не думайте. Классика. Ориентир. Переключение правым стиком. Ставим по игроку. Ставим по игроку. Не надо по мячу. Я пробовал в прошлой части. Никто не играет по мячу, скажу честно. Все играют по игроку. Я тоже рекомендую играть по игроку. Что это значит? Когда у вас игрок, например, соперник атакует, вы управляете своим центральным защитником, и дальше хотите от него правым стиком переключиться. Для того, чтобы от него переключиться правым стиком, вы двигаете уже на следующего игрока, на которого хотите попасть, от этого игрока, который уже горит. Не от мяча направление выжимаете, потому что мяч там. Если от мяча я хочу на ЦЗ переключаться, то этот стик надо вниз нажимать. Для того, чтобы вниз и вправо. Для того, чтобы для этого. А когда вы на ЦЗ, условно, от игрока, то вы просто от ЦЗ на ЦЗ должны. Соответственно, просто вправо нажимаете, и на соседнего ЦЗ прыгаете. Всегда ставьте по игроку. Это самое удобное. Чувствительность при переключении. Большинство играет на 5-6, я играю на 4-х. Вам как удобно, как оптимальный вариант, рекомендую ставить 5. Двигаемся дальше. Переключение на следующего игрока. Ближе к мячу, ближе к воротам, классически. Не надо задавать вопросы. Ставите ближе к мячу, не трогайте ничего. Следующий модификатор времени реакции. Включаем, ставим шестерку. Не двигаем, не трогаем, просто доверьтесь. Опускаемся ниже. Фиксированное управление игроком у меня включено. У вас, как вы хотите, это когда вы нажимаете два соска сверху. Тык. И переключаетесь, уже управляете за другого игрока. То есть нажали, у вас над головой зажигается красный фонарик. И правым стиком прыгаете на своего потенциального адресата. А игрока вашего, который управляет с мячом, оставляете на автомате. То есть вы бежите с мячом, управляете. Нажали, переключились на другого игрока. Этот продолжает на автопилоте с мячом пару шагов делать. А вы уже за своего адресата управляете, бежите, запрашиваете передачу. Рекомендую оставлять. И если не умеете научиться, мы всему научимся. На этом канале или на буси по трем будет очень много гайдов по каждой механике в этой игре. Поэтому не переживайте. Лучше сразу научиться. Двигаемся дальше. Ситуативный дриблинг вообще не трогаем его. Я смотрю, все-таки они убрали полностью. Дальше вратаре автомат, разумеется. Настройки контроллера. Аналоговый рывок. Триггерный эффект. И вибрации. Все выключайте нахер. Это все не нужно в онлайн игре. Это вам только будет мешать. Будет пердеть, свистеть. И у вас в руке танцевать бачату или румбу ваш геймпад. С этим заканчиваем. Двигаемся дальше. Двигаемся к камере. Очень важно. Очень много вопросов о камере. Смотрите. Тут кому как нравится. И надо отталкиваться от своего стиля геймплея. У меня стиль геймплея такой, что я играю в пас. Я использую минимальное количество финтов. И для этого, точнее из-за этого, мне не нужно вот с такой камерой играть. Для того, чтобы видеть всех своих игроков. Вот так каждое их микро касание, микродвижение. Каждое микродвижение соперника. Мне нужно видеть все максимально, сколько можно. Поле. Для того, чтобы постоянно одним глазом вот так вниз на карту не смотреть, а другим глазом на поле. Это сложно. Вот так играть очень сложно. Я все равно смотрю на карту. Понятное дело, без этого никак. Но кооп-камера подходит для тех, кто играет пас. Да, игроки будут мелкими, но вы будете видеть все поле. Моя, моя настройка, это кооп, высота своей. Ставим тут пользовательские настройки. Высоту я выставляю 0 и приближение выставляю 0. Акцент на дальний фланг тоже можно снизить для того, чтобы как раз таки захватить как можно больше поля. Это если вы играете в пас. Если для вас кооп-камера с такими настройками слишком далека, что вы делаете? Вы ставите кооп на базу, то есть 10-10-10, и она будет выглядеть примерно, как вы видите, поменьше. Ну, тут не показывается, к сожалению, в игре будет видно. Она будет чуть приближеннее, но все равно вы будете видеть большую часть поля. Как играет большинство? 50 на 50. В том числе и киберы, в том числе и хорошие игроки играют на кооп. И параллельно играют самая популярная. Вторая это ТВ-трансляция. Где она? ТВ-трансляция. Вот. ТВ-трансляция подходит как раз таки про то, что я вам рассказывал. То есть для игроков, которые очень много используют микроконтроль, микродребник, и очень много используют финтов. И им важно видеть вот эти микроинсульты в движении в игроках. То есть оп, выкинул ногу, убрал под себя, двинулся вправо. Это все на наити, если вы не умеете. Допустим, если умеете, можно и на коопе. Если не умеете, вам нужно видеть каждый шажок. То ТВ-трансляция в этом плане очень сильно помогает. ТВ-трансляция большинство играет на 10-10. Тут никак не меняют. Две настройки. Я играю лично на коопе, что и вам советую. А почему я это говорю? Потому что вы удивитесь, но очень много игроков играют на камере где-то. И спортсгейм-камера. Вот просто заходишь, обрезать момент делать анализ игры подписчика и смотришь просто фильм. Просто сидишь, смотришь и нихуя не видно, как он там управляет. Как он видит, под таким углом бежит, блядь. Ну как? Ну управляя. Куда пас отдать? Как развернуться? Ну... Это база. Будьте гигачадом. Еще. В отображении. Крайне рекомендую отключить всю лишнюю шалупонь. Индикатор. Имя игрока. Размер. Можете по умолчанию. Можете небольшой. Для того, чтобы не сильно большой треугольник над головой. Так. Угасание индикатора можно оставить. Система общения. Выключаем. Выключаем. Индикатор переключения на следующего игрока нужен. Индикатор динамической сложности. Выключаем. Удержание, чтобы пропустить. Оставляем. Индикатор времени счета. Оставляем. Вам надо видеть, какая минута идет в матче. Оповещение под счетом. Выключаем. Для того, чтобы никаких составов и никаких травм не было. Визуализация филигранной передачи. Можно оставить. Филигранного удара тоже можно оставить. Схема поля. Обязательно оставляем. 2D. Цвет игроков можете задать сразу, условно говоря, если у вас стоит домашняя форма или гостевая форма, всегда выбирайте домашних форм. Если у вас, например, черная или белая, ставьте какую-то контрастную, ставите, например, черную домашнюю форму и цвет игроков-пользователя своей всегда ставите черный. И вы будете видеть, что вы всегда там, вы в черный, у вас не будет вот этой секундной паузы в голове, потому что я вчера играл, допустим, у меня черная домашняя форма была, а в схеме я почему-то играл за белых постоянно. Черная, а сопернику можно ставить белые, главное по себе ориентироваться. Тетевой индикатор, угасание, натяжение сетки по умолчанию, тут уже все плевать, прокрутить составы можно. Выключить мониторинг соединения, мониторинг обязательно, только время отклика для того, чтобы видеть, какой у вас пинг во время игры, справа он будет показываться. Чтобы вы понимали, бывают ли у вас скачки во время матча, проблемы ли есть у вас на сервере или с вашим провайдером, обязательно, чтобы ваш пинг всегда был в районе. Если он 15, он должен в 15 держаться весь матч, ну максимум в 16-17 прыгать, но не больше, когда у вас в 15 прыгать до 45, это пиздец, и вы должны это видеть во время матча. Отображение управления. Не рекомендую, если вы не анализируете свою игру, не смотрите на повторе, правильно ли вы нажали, правильно ли ваш игрок действует, поэтому если надо, то только управление. Только ваше управление. Не ставьте и локальное управление, и там в сети, как вы нажимаете, как игра реагирует. Нет, только свое управление, для того, чтобы на повторах видеть. Вы нажали X, поражался X, поражался, все, геймпад в порядке, окей, никаких вопросов, это я еблом, видимо. Выход на экран данных Hypermotion, выключаем нахуй все это билибердом, мы не фильм смотрим, мы игру играем. Виджет эффективности игроков можно выключить, все лишнее выключаем. Система мер по умолчанию, тактическая доска. Выберите, отображать или скрывать тактические доски, применение тактических, можно оставить. Уведомление о тактических советах, выключаем, никакие советы нам не нужны. Если вы не разобрались, я вам расскажу, не переживайте. Маркер под ногами игрока, отображать, будет отображать в течение короткого времени остановок игры. Маркер при... Отключаем, тренер дополнительной сложности, отключаем, скрыть, система сообщения, включите или отключите систему сообщений в РАЙШ. Отключаем, никаких сообщений нам не нужно. Все. Постарался максимально скомпонованно выдать необходимый объем информации, с которым вы сможете работать. И если у кого-то будут возникать вопросы по управлению, по камере, по настройкам, я буду всегда просто и со стримов направлять людей сюда. Опять-таки, все стримы проходят на Twitch-канале. Можете по ссылке в описании перейти, подписаться и следить за всем. Вчера первый стрим был, 6 часов поиграли, открыли кучу паков, сыграли два драфта, собрали такой состав первый, что получилось. Никто не куплен, все выпали из паков. Ну и ожидайте, я буду стараться, чтобы в этом сезоне выходили видосы чуть ли не каждый день здесь, на основном канале. И через день они будут выходить на Boosty и Patreon для платных подписчиков. Очень много как раз-таки ингейм-видосов, которые будут объяснять каждый аспект игры, для каждого уровня игрока. Для любителей, для профессионалов и для экспертов. Для 8 побед, для 12 побед и для 15 побед. Очень много и очень интересный будет сезон. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы со мной вступаете в этот сезон. И надеюсь, что мы вместе с вами этот сезон весь путь пройдем и никто не отвалится по дороге. Спасибо, парни. Берегите себя. Еще услышимся по ссылке в описании, в телеграм-канале. Пока.